...поэтому всех приглашаю вас на Красную площадь. Коновка даю вам информацию об основных событиях, которые происходят на нескольких территориях города. Теперь, потом, вместе со своими коллегами, сейчас мы вам расскажем. АПЛОДИСМЕНТЫ По регламенту, наверное, тоже договоримся, что у нас два красного рода мероприятий. Я попросил бы всех присутствующих соблюдать правила нашего регламента. К любому из вас подойдут. После полной дороги дадут микрофон на те вопросы, на которые сможете ответить сейчас. Ответим то, что сразу не получится. Возьмем с собой взамен. Мои помощники запишут вас, запишут ваши координаты, телефоны, и мы ответим. В течение месяца. Да, пожалуйста. Екатеринский Евгений Владимирович. В Валеринске 42. Я хотел сделать сравнительное, как сказать, насчет набережной. Мне кажется, нужно нажать слайд. Вопрос задавайте. Я хочу, вот смотрите, вот это зарядное, да. И я хочу сравнить, вот тут везде газоны. И хочу… Вопрос задавайте. Вот это зарядное, да. Я хочу просто сравнить, чтобы люди видели. Вот тут, смотрите, практически нету никаких газонов. Полностью заасфальтированная полоса, шириной там 22 метра где-то. Панари, вот панари, они практически загораживают все, как сказать, в горизонт. И панари в заряде, включите. Тут они практически подосинки. Вот какие перила. Перила у моста у этого, который зарядит на рамках. Ну все понятно. Вопрос задавайте. Подождите. И вот перила у этого, который загораживает горизонт. Более непонятно, как… Там небольшой впуск, где-то 30 градусов, да, с водой. И на протяжении 5-ти километров оградили голову. Там нельзя спуститься, чтобы перелезать через этот забор палатку, по-моему, за это трогать. И… Все, хватит. Вот такая… Знаете, что вы на встречу на встречу? Да, и ладно. Ага. Мы с вами сможем посмотреть? По-моему, да? Вот так же вот в заряде нет никаких ограждений от воды. На последних километрах, пожалуйста, мы изуродовали уже вот эти вот набережные, где раньше люди отдыхали на концернах. Вот посмотрите, какие концепции генералы архитекторы делают. И как это сделано все на набережной. Вот пожалуйста, на последних километрах хотя бы не уродуйте вот этот вот вид, когда там газовый прекрасный. Вот посмотрите, как там сделано. Это не вопрос. Это предложение сделать. Довольно украинских стандартов это все. Так что площадки для пляжного волейбола. Мы вот новые сделали там… Я вас услышал? Да. Давайте отмечу вам. Попробуйте. Буду Юрию Дедочкину. То есть гражданину города Шмаксари Дегетинской определяется развитие дальнейшнего города Шмаксари. Ему хотелось бы иметь такой же фаг, как в Москве зарядник. Я правильно говорю? Такую же концепцию, чтобы были газоны, чтобы не было загородов, чтобы были фонари, не как основной актуальный элемент, а просто для освещения. Хорошо, я вас вас слышал. Спасибо за ваши предложения. Кто-то был из присутствующих на Московской набережной, вот на том небольшом участке работы, который был выполнен в этом году? Все были. Вас это устраивает? Да. Вот такое концепция? Или нет? Нет, не совсем. Устраивает? Не совсем. Посмотрите, проекты... Что там было? Объекты, вам нуждают в поселении. Что там было? Прошу, ага. Все, лето. Город тел пусты не восстановится, и я все вопросы... Хотел бы фиксиковал в нашу концепцию. Наверное, у нас не все получилось, но что такое парк в зарядке? Да любой житель страны сегодня гордится этим парком. Он находится в центре столицы нашей страны. Он находится в центре столицы нашей страны. И муночной станции. Вы знаете его спецную стоимость? Нет, родник оставит. Вы знаете его спецную стоимость? Нам эта сумма неподъемна. У нас нет таких средств и возможностей, которые есть в Москве. Но в целом с вашими стандартами, с вашими пожеланиями мы согласны. Мы должны создавать общественное пространство. И на первом этапе набережной мы это сделаем. То, что вы показываете фотографии службы, сегодня этого нет. Сегодня набережная работает и все время. Мы организовали там бук проката для лэдж. Мы организовываем там прокат на снегоходах и так далее. Если у вас есть предложение, есть предпринимательская жилка, вы приедите и поучаствуйте в этом. Мост, который вы показали, таких мостов в мире нет. Нам пока в Чебоксахах такой мост. Нам пока в Чебоксахах такой мост. Не под силу. Я говорю, зачем ограждение на полке? Ограждение требуется в соответствии с требованиями. Подабежная. Это требование. Это не какие-то хотелки. Я понимаю, о чем вы говорите. Нам нужен спуск к воде. Они будут организованы. Спуски к воде. На центральных пляжах. Еще посмотрим несколько мест. Но в целом ограждение должно быть. Это инженерный объект. Это набережная. Вот 40 лет не было этого ограждения. Все. В первом раз об этом. Он первый раз об этом говорил. Я на всех встречу говорю. Я прошу прощения. Я высказал. Прошу прощения. Людей все классно сделали. Мне очень нравится. По сравнению с тем, что было, это прям очень шикарно. И спасибо за то, что нашли деньги. Все организовали. Это прям мой шикарно. Прошу целую только. Сейчас давай, коллеги. Вы присаживаете. Сейчас еще раз момент. Вот есть группа людей. Обиженные лодочники. Недовольные. Вот есть группа критиков, которые постоянно приходят к критикам. Я не думаю, что это надо. Я не знаю, чего вы хотите. Вот у меня целое собрание долга. Мы готовы с вами обсуждать. И вас уже приглашали в администрацию города для обсуждения концепции. Мы можем проект сделать на 10 миллиардов. С мостами и так далее. Вам будет не обязательно. Мы предлагаем концепцию с учетом наших возможностей. С учетом выделенных средств из федерального бюджета, которые мы смогли совместно с правительством республики защитить Москве. За этими деньгами проходится куча субъектов. Все хотят привезти средства с выбора в свою республику, в свою область. У нас это получилось. И мы гордимся этим. Мы гордимся, что наконец-то сдвинулись с места по Московской набережной. Что там нет сегодня бардака. Что там нет грязи. Мы все сделаем. А дальше будем развивать с учетом ваших мнений. Вы приходите на публичные слушания. Вы приходите к архитекторам. Все, что возможно, будем делать. Все, спасибо. Давай, Семен. Можно попробовать? На них еще. На народы. Смерть в своем уме. Давай, раз. Да, пожалуйста, давайте вопросом. Мы еще мешаем просто говорить. Наши открытые встречи, они тем и хороши, а может быть и сложны. Кто-то критикует, кто-то кричит, кто-то не учитывает просьбу ведущих о соблюдении регламента. Показывает свое воспитание и поведение. Но мы их будем считаться из этих. Не, я не знаю, может, зачем они живут. Выходят такими. Выстревали на конкурсах. Вопрос. А планируется ли в поделении на следующий год денег на молодую семью? По программе, то есть молодая семья, то есть дополнительные субсидии планируются. Ничего не было выступления, хотелось бы просто уточнить. Средства на молодую семью будут видеть, но очень большие. Если у вас в очереди более сотовый номер, то опять на следующий год получится. Понял, ладно. А с какой там ночью? Очень большой, за 3 тысячи. Я думаю, что 5 тысяч. Не, не реально. Ну, ладно. Ну, я скажу, что в этом году было выделено из муниципального бюджета 10 миллионов рублей. На следующий год мы это подставили чуть более 8 миллионов. Ну, например, мы имеем практику финансированный федеральный и республиканский. Но в целом, наверное, 300 квартир, да? Да. 300 квартир. Вы, пожалуйста, представляйтесь, микрофон поближе. И, знаете, магазин Романович, мы работаем. Вообще, мы живем в окружающих городах, наверное, в нашей России. У нас очень красиво и очень чистое, на этом городе. Рождаемся мы в консультантных домах. Как бы, и живем вообще хорошо достаточно. Но я хотел бы, чтобы вот на последних днях о закате говорить. Как бы, уже может, все отжимается. У меня вот настоящий вопрос. Вообще, у нас планируется в институте строительство крематория. Чебоксары. Я не хочу, чтобы вы меня остановили в целую зенку. Мне бы хотелось подметать где-то в уголках. Важно. А есть еще желающие. Я сам планирую, помню, не видел. Не, без разницы. Николаеву улице я... Николаеву улицу я живу. 47 лет. Не, погодите, погодите, я тебе могу ответить. Подождите, микрофон. Я еще на вопрос, но я ответил. Вообще, проблема сохранения существует. Ежедневно в городе убирает 10 до 12 человек. Гладбище Мьявушев, которое было открыто уже много лет назад, практически закрыто. Ежедневно в городе убирает 10 до 12 человек.